Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. И сегодня будем говорить на очень важную тему, которая не может никак разрешиться много-много лет. Это бродячие собаки и инициатива правительства о том, чтобы отдать регионам право самим решать судьбу этих животных в зависимости от того, какая в этих регионах обстановка, какие возможности и какие взгляды и прочее. Это один момент. Речь, конечно, здесь идет в том числе об эвтаназии агрессивных животных. И второй аспект важный, который вчера появился в новостной повестке, это тоже новый законопроект в поправке их закона об ответственном содержании животных, которые включают много правил новых, обязательных для собаковладельцев. Вплоть до штрафов за самовыгул, обязательного чипирования, обучения и прочего. Сегодня все это обсудим с нашими экспертами. В студии Марина Якубенко, руководитель зооцентра «Друг». Добрый вечер. И Виталий Дроздов, депутат Законодательного собрания «Края». Добрый вечер. Виталий, вот с вас начну, потому что все-таки регионам отдадут на откуп этот вопрос. А вы чувствуете персональную ответственность, что вы будете решать судьбу четвероногих? Конечно, чувствуем. Но только я бы хотел поправить. Закон ведь не про собак. Это не закон про собак. Это закон просто про всех животных. Я за то, чтобы все-таки любить всех животных тогда одинаково. А у нас любят собак, но почему-то забывают любить других животных. Потому что если формально мы прочитаем закон, тот действующий закон, то крысы, которые живут в нашем городе, они тоже попадают под его действие. И крыс нужно не травить в подвалах, а их нужно отлавливать, чапировать, реализовать, отпускать места обитания. Почему мы одних любим, других не любим? У нас одни священные животные, другие не священные, что ли, животные? Вы и сейчас вступаете на тонкий лед. Да, я понимаю. Но давайте мы тогда уже нажимаем вещи своими именами. Когда я говорю про других животных, я говорю про нашу гордость, про Национальный парк Столбы. Мы в Национальном парке Столбы каждый год наблюдаем страшные картины, когда бродячие собаки, выходящие из города, проходящие через невидимую границу Национального парка, просто в клочья растерзывают тех четвероногих, тоже четвероногих животных, которые там бегают. При этом ягеря могут регулировать численность волков, исходя из баланса природного, но не имеют права то же самое делать с собаками. Поэтому я против таких перекосов. А у нас нет понимания о балансе бродячих собак? Ну, у нас право применения, точно есть дисбаланс. Мы любим, мы ценим, мы защищаем всеми силами собак, но мы никак не ценим всех остальных животных, и в том числе и как-то людей мы меньше любим даже бывает. Спасибо, что в неожиданном ракурсе раскрыли вот эту инициативу законодательную. Марина, главный аргумент зоозащитников всегда был о том, что вот эта мера развяжет руки живодерам. Ну да, этого мы и боимся, что эвтаназию, ну, во-первых, начнем с того, что до сих пор нет понятия, ну, то есть агрессия, немотивированная агрессия. Как ее измерять? Да, как ее измерять? Ну, смотрите, случай, например, укусил или там еще что-то хуже. Ну, слушайте, это же все индивидуально, да. Если там собака, допустим, защищала свою еду, там, либо своих детей, то, ну, с точки зрения животного это, наверное, мотивированная агрессия, а с точки зрения человека, наверное, это немотивированная агрессия, да. Ну, и мне кажется, я, в общем-то, согласна с Виталием, да, что нужно любить всех животных, и, конечно же, человек у нас превыше всего, да, мы все-таки понимаем, что речь здесь идет о безопасности людей, в первую очередь, наверное, поэтому, да, такие инициативы, но в то же время человек становится главным поставщиком бездомных животных, бродячих собак, которые оказываются на улице. И, наверное, мне кажется, что мы не доработали вот те инициативы, которые были. Ведь зоозащитники давно уже, несколько лет говорят о том, что давайте, конечно, сделаем обязательное чипирование, сделаем обязательные штрафы, наконец-то введем контроль за разведенцами, так называемые, потому что, ну, вот буквально сегодня... Вот я хочу сейчас подробно на всех вот этих предложениях остановить. Смотрите, например, я сегодня в чате вижу, что продаем за 2000 щенка мама, там, мини-пудель, папа мини-пудель, мама той-терьер. За 2000 они продают собаку. Ну, вот эту... Ну, куда это годится? Это ладно, если вот такие маленькие породы... Подождите, а что делать вот с такими щенками, которые появились... Их не должно появляться вообще. Их не должно появляться. Я понимаю, случайно, и они уже есть, что с ними делать-то? Ну, пока они есть... Смотрите, собака, если по-латыни почитать название собаки, там, ну, какой-то... Канец, канец. В общем, это домашний волк или там домашнее животное. Сейчас владельцы маленьких собак смотрят на экран. А, это у любой собаки должен быть хозяин. Безусловно, если появилась какая-то собачка, у нее должен быть хозяин. Но мы говорим с Мариной в том числе о том, что не должно появляться таких собак. Если ваша собака не представляет какой-то породной ценности, это замечательный мир, зверек, но если это не породная ценность, то ее нужно стерилизовать, не только уличных собак стерилизовать, а вообще массово стерилизовать всех собак, чтобы не было вот этого, как он называется, случайный приплод или какой-то незапланированный приплод, который потом сердобольные бабушки, дети говорят, ой, возьмите мою собачку куда-нибудь, пристраивают как-то. Потом собачка, дай бог, чтобы прижилась у кого-то новых хозяев. Она может на улице оказаться запросто и опять пополнять число тех самых. Поэтому, если мы решаем вопрос численности безнадзорных животных, то его нужно начать решать в самом-самом начале. Я всегда это вспоминаю, детскую задачу про ванную, которая наполняется из крана. Вот можно либо пробку открывать сильнее, а можно кран попробовать прикрыть. Вот с этого тоже нам нужно будет начинать. На федеральном уровне этого не сделали. Ну, отдадут нам полномочия, мы этим займемся. Ну вот смотрите, а что же с эвтаназией-то? С агрессивными что делать? Вот сейчас их что? Их не выпускают просто, как остальных все. Смотрите, сейчас мы тоже это обсуждали, что сейчас есть такая манипуляция, наверное, со стороны тех, кто работает по госконтрактам. Наверное, мне кажется, процентов 90 всех собак признется агрессивным и содержится. Но, опять же, мы все смотрим новости. И содержится, потому что им это компенсируют. Конечно, за государственный счет. Да и вообще непонятно, кстати, сколько отловят, сколько их будет. Там возможно, как говорится, влево вправо. А условия, мы смотрим все новости, читаем разные социальные сети и видим те условия, в которых некоторые приюты содержат этих собак. И, конечно, даже у зоозащитников возникает вопрос, ну, жизнь ли это в таких условиях животного, да? Понимаете, есть такой термин, для людей применимый, когда пожизненное заключение, решение свободы. Так вот, это тоже пожизненное лишение свободы. И вопрос возникает, насколько это гуманно. А эвтаназия лучше получается. А вот это дискуссионный вопрос. Насколько гуманно собаку в таких вот условиях содержать? Ну и смотрите тогда, мы просто уже тоже дискутировали, допустим, на площадке Министерства экологии тоже была дискуссия. Приводили в пример страны, где, допустим, отлавливают собаку в течение определенного времени, там месяца, двух, трех пытаются пристроить, не пристраиваются, если животное, то, ну, то есть, эвтаназия. Но при этом, ну, вот я, насколько вижу, что у нас в городе нет никакой информационной помощи, допустим, от государства. Ну, смотрите, мы уже много лет говорим, пожалуйста, дайте нам какую-то площадку, не знаю, выделите нам рекламу в автобусах. Мы сейчас приюты пристраиваем этих бедных собак как можем. Мы за свои деньги собираем деньги, устраиваем фотосессии. То есть это квест каждый раз? Конечно, ну, вот мы придумаем уже не знаю, что лишь бы пристроить. Понятно, не лишь бы куда, мы проверяем, кому отдаем. Но почему, не знаю, почему у нас где-то на центральных улицах нигде нет плакатов, не знаю, почему у нас где-нибудь в мэрии, в закатательном собрании нет какого-то там стенда. Почему нет? Я, например, весь сезон ходила на игры баскетбольного клуба «Инисей», стояла с фотографиями своих собак, раздавала листовки. Реально, каждую игру я там была и раздавала. Люди узнавали, говорят, слушайте, мы про вас не знали. То есть нужно показывать и нужно рассказывать про тех животных, которых мы представляем. Дайте рекламной площади подвижникам. Это в том числе может быть полномочиями на оригинальном уровне, информационная поддержка. Да, действительно, органы власти у нас не очень умеют доносить свои мысли. Это не только про бродячих животных, это и про отходы, это про много-много-много что. И я своей мысль так говорю, что мы не только про собак должны думать, но тем не менее так случилось, что у тебя собака друг человека, и больше всего внимания к бродячим собакам у нас уделено. И поэтому я... Почему я считаю, что регионам отдали? Региону, региону рознь. Мы считали, для того, чтобы построить муниципальные приюты во всем Красноярском крае, нужно не менее полумиллиарда рублей. Только лично постройку этих самых муниципальных приютов. А построить приюты на наших северах, где-нибудь в Увенки. И потом содержать еще это нужно будет. А вы решили, как вы будете голосовать, если такой вопрос встанет? Сейчас мы... Тогда еще на полшага назад вернемся. Что сейчас происходит? Сейчас есть законопроект, который должен дать право регионам устанавливать свои правила. Этот законопроект в Госдуме еще не прошел первое чтение. На следующей неделе, 16-го, по-моему, пленарного заседания, в году первое чтение, потом второе, потом третье, потом Совет Федерации, потом президент. Мы рассчитываем, что в течение ближайших месяцев у нас появится такое право устанавливать свои правила. Причем, как я сейчас предполагаю, наш край большой, он сильно отличается. Город Красноярск-миллионник и какой-нибудь поселок на наших северах, это разные вещи, и для них могут быть тоже разные правила. И наш Красноярск нельзя с Москвой сравнить. Там в Москве миллиарды тратятся каждый год на то, чтобы собаки не на улицу выпускались, они там все прюток сидят. Давайте о первопричине вообще возникновения этой проблемы и об инициативе депутата Спиридонова, который выступил инициатором поправок к закону об ответственном содержании животных, который включает очень важные меры. Во-первых, штрафовать владельцев собак на минимальный размер оплаты труда за самовыгул. Когда собака хозяйская, гуляет она сама по себе. Это первое. Чипизация животных обязательная, не по желанию, обязательная. Третье, это упорядочить разведение собак. Это вопрос к заводчикам, чтобы они платили налоги. И так далее. Ну и помимо всего прочего, есть еще меры, которые, мне кажется, вообще очень важны. Это прежде чем завести крупную, серьезную собаку, ну как говорят, бойцовая пара, ну не важно. Большую собаку, которую, я не знаю, можно, мне кажется, приравнять к оружию вообще. Чтобы люди проходили обучение. Но я считаю, что это обучение нужно для всех вообще. Как его содержать и вообще что-то, чтобы они о собаках знали. Потому что есть такие владельцы, которые, по-моему, вообще игнорируют какую-либо информацию о питомцах и потом имеют проблемы. Вот что с этим? Мне кажется, мы, кстати, обсуждали на каком-то из комитетов про то, что веднадзор говорил, что чипизация сейчас уже есть. Ну, то есть... Для сельхозживотных. Вот видите, для сельхозживотных. Для сельхозживотных и то не для всех даже. И это действительно, и мы об этом сейчас говорили, нужен контроль в самом начале. Чипизация позволяет... Это же, во-первых, ответственность человека. Конечно, чипизация в том числе позволяет регистрация, чья это собака, самовыгул, либо не самовыгул. Если она потерялась, в том числе, чипированную собаку можно быстрее вернуть хозяину, а не разыскивать его, используя какие-то медиаресурсы. Мы когда говорим про контроль разведения, это в том числе поголовная массовая стерилизация. Те, кто не представляет породной ценности, а те, кто породная ценность, там должны быть особые условия. И вот когда наведем порядок над появлением собак, тогда уже проще будет и бороться с увеличением численности безнадзорных. Тогда меньше нужно будет их с улиц ловить и опять тоже чипизировать, стерилизовать. Ну я вот как собачник в прошлом могу сказать, что тоже важный момент с разведением, потому что если собака породистая, прежде чем допустить к разведению, по крайней мере в нашем клубе было так, собаку экзаменовали на выстрел, на разные реакции человека, прежде чем допустить к разведению. Если собака проявляла какую-то нестандартную реакцию, слишком агрессивно или слишком возбудимо, ее к разведению не допускали. И это позволяло как-то культивировать определенное качество. Ну мне вот если еще вернуться к самовыгулу, вопрос сразу возникает, а кто это будет контролировать, кто будет выписывать штрафы? Участковые? А вот смотрите, их и так немного. Ну вот допустим в нашем районе большая проблема, то есть люди иногда пишут, не знаю, у нас была история, что бабушку ограбили, и бабушке там с Бархатова нужно было ехать в Березовку, чтобы там опроситься в полиции. То есть кто у нас этим будет заниматься? Или это допустим административная комиссия будет делать? Ну то есть тут же еще важно не просто принять закон, а важно понимать, как он будет реализовываться. Марина, а... Собственно говоря, сам этот закон, который сейчас существует, он замечательный, он такой добрый закон. Но он действует? Плохо действует. Ну может очевидно плохо действует. Ну вот опыт с созданием волонтеров, которые, я забыла как они называются, ну людей просто, которые как-то отслеживают тоже вот эту ситуацию с собаками и могут какие-то, не знаю, не штраф выписать, но как-то об этом говорить. А, инспекторы? Экоинспекторы, в смысле зону инспектора, а я так понимаю, что у них нет полномочий. Там с полномочиями не так просто, потому что все-таки это должно быть должностное лицо какое-то, если мы говорим о штрафах, если это на реальном уровне, это административная комиссия, скорее всего. Смотрите, введение вот таких вот мер, оно потребует создания какой-то дополнительной структуры с бюджетным финансированием, ну для контроля. Ну скорее всего, потому что те люди, которые сейчас есть, как бы чиновников ни ругали, они вполне загружены на низовом уровне. Большое количество работы, еще подависит на них собак, но это увеличит еще нагрузку. Вы называли цифровку, в которую обойдутся нам строительством муниципальных приютов, а это будет меньше, чтобы люди, которые будут все вот это контролировать? Пока мы этого еще не считали, потому что инициатива передачи регионам этих полномочий, она появилась не так давно, мы этого еще не считали. Я предполагаю, что вот эта вот самая стерилизация поглобная, чипизация, она тоже в какой-то, в большей части должна будет лично бюджет, это тоже мы пока не считали, потому что мы не понимаем еще сколько собак даже есть у людей на руках тех самых домашних животных, которых нужно стерилизовать. Почему мы этого не понимаем? Потому что у нас нет регистрации обязательной домашних животных, поэтому посчитать, сколько денег на это потребуется, мы сейчас, к сожалению, не можем. Но без этого мы дальше не двинемся. Марина, а это полезный закон для приютов? Вот смотрите, я тут вернусь про обязательную регистрацию. Мы тоже дискуссию уже вели с разными людьми, и они говорят, а как вы заставите меня зарегистрировать свое животное? Тут тоже начинается целая дискуссия. А кто ко мне придет в квартиру, и как, и я не пущу в квартиру никого, кто там сможет. Я помню, когда ты читала, что французские инспекторы, по-моему, налоговые, могут гавкать под дверью, ну да, в каком-то смешной подборке было, чтобы вычислить, есть ли животное. Закон о чем? О штрафах за самовыгул, он полезный. Закон о обязательной чипизации, конечно, полезный. Но я, как вижу, тут должна быть какая-то единая база, да, ну вот краевая, допустим, да, и все равно же это какая-то структура должна ее мониторить. Ну, не знаю, появилась собака, кто-то все равно ее должен на какое-то время, ну вот потеряшка собака на улице, да, кто-то ее должен взять, привезти куда-то в какое-то помещение, там, чипом, ну, то есть аппаратом сосканировать чип и понять, что это за собака, откуда она потерялась. То есть это должно быть, да. А еще хотелось сказать по поводу денег и по поводу, вот, значит, того, что сейчас отлавливают по заявкам. Мне кажется, нужно было делать не по заявкам муниципалитетов отлавливать собак, да, потому что, как правило, насколько я знаю, там денег не хватает. Они сделали заявку, там, не знаю, на 20 собак, денег им дали на 10 собак. Поэтому постоянно появляются новые собаки. Ну, вот, мы, наверное, все ездим в определенных районах города, да, да, и мы видим, что сначала там это щенки, потом у них уже свои щенки. Мне кажется, нужно вот заехать, поймать всех собак, стерилизовать и кастрировать. Домашнюю тоже. Ну, у нас заканчивается время, к сожалению, поэтому вот последний вопрос. Вы можете представить ситуацию, что ваш приют закроется? Ну, возникнет такая ситуация, что должно случиться? А если люди разберут их всех собак домой, я, к сожалению, пока не представляю, потому что практически каждый день звонки о том, что «Здравствуйте, мы переезжаем, заберите, пожалуйста, собачку». Это к ответственности за тех, кого мы приучили. Мы начали разговор с того, что эта беда от людей идет. А вопрос к вам, а для людей это полезный закон? То есть он защитит? Тут же еще речь о том, что люди страдают от укусов там и прочего. Ну, одни люди страдают, а страдают ведь они, в конце концов, потому что другие люди безответственно когда-то отнесли к своим питомцам. Они, видите ли, переезжают, а к Марине обращаются с тем, чтобы она решила их проблему. И возьмите нашу собачку, она нам больше не... Мы и наигрались. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что не раз еще мы вернемся к этому разговору, потому что тема действительно важная. И ждем, ну, как наши законодатели определят и решат этот вопрос. И будем, наверное, на местном уровне уже это обсуждать. Напомню зрителям, что сегодня в студии Марина Якубенко, руководитель зооцентра «Друг» и Виталий Дроздов, депутат законодательного собрания «Края». Спасибо за ваши комментарии. Это была программа «После новостей». Увидимся.